сейчас давайте проведем очень быстро такой blitz тренд анти тренд он будет касаться в основном аксессуаров это самое простое что можно связать и короче здесь очень много интересных лиц будет касаться шапок двадцать четвертом году стоит отказаться от вязания шапок с помпонами вообще помпоны любые и меховые и такие маленькие знаете хипстерские из пряжи аккуратно подстриженные должны уходить уже в разряд исключительно детских вещей мы с вами все-таки должны уже от них отказаться если мы следуем трендам также в прошлое должны уйти шапки бини с удлиненной макушкой которая свисает назад такие вот шапки слоучи их еще иногда называют это уже не совсем актуальная форма самая актуальная форма шапки на 24 год это шапка с высокой макушкой она может быть выполнена либо гладью либо какими-то классическими способами типа резинки один на один два на два там пять на два в любом варианте самое главное чтобы самое главное что макушка была заостренная здесь подходит любой практически вариант и такой вариант лопатой с клином с плоской верхушкой и вариант с острой верхушкой допустим четырех клинка или пяти клинка разный вариант и просто присобрать лишь бы макушка была высокая и заостренная это самая актуальная на сегодняшний день форма макушки шапки значит если мы говорим про такие аксессуары как шерфы то есть для шеи что-то то от чего нам стоит отказаться нам стоит отказаться от снудов вообще достаточно странный аксессуар он не прилегает плотно шеи к шее очень мало вариантов которые действительно не свободно а плотно прилегают к шее и защищают ее своим теплом в общем вот нам сейчас прям в явном виде говорят не стоит всего ребята прощаемся и надо отказываться от шарфов таких фактурных объемных больших с фактурной вязкой с какими-то кистями такими массивными еще не дай бог с карманами на этом шарфе время ушло все это все только для таких каких-то стилизации для фотосессии не для каждого дня на каждый день нам предлагают классические шарфы совершенно простой фактуры широкие длинные тоже чтобы можно было в них красиво заматываться красиво драпировать их вокруг шеи если любите бахрому да пожалуйста но только в очень аккуратном классическом варианте и цвета тоже достаточно классические хотя могут быть и контрастные но в принципе очень хорошо заходит комплект если раньше мы говорили что ну фу что такое шапка и шарф одного цвета это позапрошлый век так вот сейчас это уже тоже очень сильно актуально и шарф и шапка на вот следующий тренд и антитренд мы с вами уже обсуждали он касается прозрачных паутинок классический вариант паутинки связаны регланом оверсайзом с вытянутыми длинными рукавами все ребята нет попробуйте придумать что-то поинтереснее либо интарсии кусочки добавляем либо части какие-то изделий вяжем из полупрозрачной пряжи либо вяжем вещи непривычные для нас формы примеры я тоже оставляю можете сориентироваться и посмотреть что касается свитеров или плечевых изделий здесь очень важно отметить фактуру фактура объемная когда мы миксовали кучу пряж слава богу уходит вот это вот меланжевость это вот какая-то знаете искусственно созданная фактура несуществующий серый плюс там фуксия или зеленый плюс синий все это намешано и большими спицами связано это было очень востребовано актуально но сейчас уже нет сейчас мы все-таки тяготеем к первому варианту свитеров это тихая роскошь это на самом деле и более практичная история когда у нас гладь и качественная дорогая ровная фактура возможно вариант вспышенной фактуры немножечко такого легкого пушечка в пушечка или легкого букле вот что-то такое но совсем совсем очень в минимальном количестве следующая иллюстрация к трендам будет не формате тренд антитренд а формате да 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 то есть все три вещи сейчас максимально актуально как бы мы может быть к ним до сих пор не были готовы первая вещь это балаклава когда вяжется такой вот шлем плотно прилегающий к лицу с разрезом для глаз для меня эта история исключительно спортивная горнолыжная но она сейчас модными девушками хорошо востребована точно так же как вторая тема чепчики чепчики сейчас потрясающие красоты вещи с пайетками с очень из очень классных материалов опять же мы на мой взгляд это скорее к молодому худому лицу подходит но мы не можем делать вид что этого тренда не существует он существует востребован и можно этой истории пользоваться вязать ее и наслаждаться третий вариант это капоры но капоры тоже как и с нудой из вот таких вот знаете вещей которые вокруг лица свободно болтаются переходит в разряд максимально близких по прилеганию к балаклавам то есть капор сейчас эта вещь которая облегает вашу голову и лицо они свободно вот так вот красиво как у ленушки платочек лежит вокруг лица нет максимально плотно из каких-то благородных хороших материалов очень лаконично минималистичные фактуры максимум это какая-то плоская резинка один на один но лучше гладь или вовсе изнанка и эту вещь я имею виду капор можно сочетать с шапками вот к следующему тренду постоянно предъявляют претензии я говорю о косынках косынки тоже сейчас можно носить это супер актуальная история причем носить их на можно любой не только шелковые и вязаные и жаккардом вязаные и из какого-то пушистого из какой-то пушистой пряжи и из баллонки шиты идут и 6 синтепоном то есть любые варианты косынок сейчас очень актуальны так вот к этому аксессуару постоянно предъявляют претензии что между я сама ровно по этой же причине не очень его люблю а вот капор с шапочкой девочки тепло и лоб закрыт и ушки и щечки и шеи все закрыто но опять же мне кажется это хорошая история заходит для худых лиц но вообще добавляя сейчас обложку журнала с 2013 года идет этот тренд от дизайнеров сейчас 24 года с 10 лет и мы вот дошли до того что мы считаем эти вещи нормальные вспомните 2013 год и себя вот эту фотографию вы бы сказали ну что-то это вообще не то мы еще помпоны от шапок не отрезали а вы нам прилегающий копора при предлагаете вот значит соответственно все чепчики все мини чепчики есть еще такие варианты когда только затылочек ну вот вдруг кто-то живет в сочи и подул ветерок вы только затылочек прикрыт очень красивые такие мини чепчики или чепчики с острым с остренькой такой макушечкой как у гномика фу это все девушки очень очень актуал я бы еще к антитрендом добавила бы платья вязаные из очень тонкого трикотажа которые не держат форму вот их не надо вязать мы говорили о том что можно вязать час двойки-тройки юбки да можно но фактура должна быть очень плотная из такого сопливого чего-то вязать не надо это все уже ушло но у нас осталась третья четвертая вернее часть выпады из трендов что-то вот то что сейчас залетает надо ловить хватать смотреть при этом внимательно стоит или не стоит и потом уже только ловить хватать и так что у нас девочки на повестке во-первых очень интересный тренд перчатки перчатки в любом виде от коротких до вот таких вот в основном это что-то очень какая-то мелко шичко либо связано очень мелкими петельками гладью либо очень миленькой резиночкой либо какими-то знаете со всеми вот совсем миниатюрными какими-то вот с небольшим короче перчатки тяготеют к минимализму вот что я хочу сказать какие-то крупные косы и шишки это все уже не актуально лаконичность минимализм ну вот если совсем хочется какой-то рисунок это должен быть прям бисерный какой-то такой узор но я имею ввиду очень мелкий такой рельефный вот крупных узоров мы уже и на перчатках и на варежках видим отказ по длинным перчаткам все-таки они скорее будут не вязаны если хочется вязаны тоже можно связать это тоже будет достаточно следующий тренд который вот сейчас прямо врывается в нашу жизнь это баски до какого-то момента вот еще совсем недавно я смотрю очень много стилистов и все они просто выкидывали вещи с баской из гардеробов говорили о это все это как бы колхоз это старомодно убирайте всю эту баску а сейчас девочки все все пошло на самом деле тренд появился еще пару лет назад я помню коллекцию маккуин с обалденными свитерами на одно плечо вот мы сегодня с вами разговаривали про возвращение женственности одно плечо приталено все и баска потрясающие свитера если найду эту коллекцию сюда куда-нибудь добавлю очень красиво все выглядит и вот сейчас уже 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 модницы надевают носят также одним из таких же трендов которые вот еще пока непонятно надо разбираться с ними являются сарафаны сарафаны сейчас прям отдельными позициями появляются в коллекциях ввязаны из очень красивых ажурных таких узоров потрясающе просто вот тут и вам и прозрачность тут и женственность тут и классический какой-то образ но можно надеть сверху футболки и какой-то юбки кроссовки или ботинки вот у вас уже грант что есть это все куда универсальный получается гардероб универсальный предмет гардероба который можно использовать практически везде прошу прощения у меня меняется свет окружающий меня ходит локи как обычно но я надеюсь что максимальную пользу я своими рассказами вам постаралась принести фотографии все продублирован у меня в телеграм-канале можете туда заходить все ссылочки будут в инфобоксе пишите что особенно вам понравилось что вы попробуете обязательно сделать в и может быть мы попробуем сделать это вместе спасибо вам большое за внимание до скорых встреч до свидания